Доброе утро, друзья! Значит, Алексей сейчас занят дорогой, поэтому он иногда может посмотреть в камеру. Алексей живет в Питере, вот, и, в принципе, очень сильно нам помог тем, что мы сейчас едем в Царское Село, потому что Екатерининский дворец нужно посмотреть обязательно. Меня друг уже задолбал с этой янтарной комнатой, говорит, это просто, если ты там не будешь, то ты просто... Ну, объяснил, что это очень важный элемент, если при посещении Питера посмотреть обязательно на янтарную комнату. Но погода, как говорится, оставляет желать лучше. Вот Алексей вызвался нам помочь и отвезти в Царское Село. А дело в том, что туда маршруты, как таковые, туристические, почему-то отсутствуют. Это связано с тем, что с самого Царское Село, как бы, пожалуйста, приезжайте, идите на экскурсию и покупайте билеты на экскурсию. А вот, чтобы транспорт туда шел, экскурсионы, они как-то с этим, у них какие-то нелады. То есть экскурсия, пожалуйста, но приезжайте своим ходом, мы с автобусами и экскурсионами не работаем. И получилось так, что попасть в Царское Село практически невозможно. Вот, сейчас покажу питерскую погоду. Ну, а питерская погода через, как говорится, лобовое стекло видно все сразу. Ну, что, грязь, дождь, то ли снег, снег сейчас мелкий. И, в общем, все неожиданно поменялось. Если вчера все заканчивалось солнцем, то сегодня, вот как всегда, Питер радует нас своей стабильной погодой. Тут выяснились такие подробности, что Алексей служил, ну, как кадровый военный, на Дальнем Востоке. У него военно-морской флот, военно-морской флот. Да. И тут получается, что он там был два с половиной года, он служил. То есть он был на Дальнем Востоке, недалеко от города Находке, это Приморский край. И вот тут я хочу у вас спросить, он не ожидает еще этого вопроса, климат Питера и климат там, где ты служил? Ну, намного мягче. Здесь мягче? Нет, наоборот, на Дальнем Востоке. Там мягче? Потому что там, конечно, зима, конкретно там зима. А лето, хорошее лето, мы вот даже купаться, мы ходили в октябре месяц. Ну, да, там все дом как раз бары. В детстве там очень сильные ветра. И в той части, где я служил, настолько были сантиметра, что там три сопки, и между ними получается проходила труба. Труба такая, получается. Труба, да. Там девушки, военнослужащие, которые с нами служили, они держались за нас, чтобы их не вывесло. А мы стояли вот под наклоном большим. Понятно. Значит, а мне казалось, что зима там такая мерзкая, что она очень холодная. Я бы не сказал, нет. Ну, наверное, около моря тогда, потому что ты был. Да, слушай, получается, прям, уже непосредственно в море. А даже был свой личный пляж, военный, наверное, как. Ну, смотри-ка, прям курорт, получается. Да, получается, как было. Понятно. Сценка бывала такая, что люди, ну, старшие офицеры, когда уезжали с части, мы оставались на свисте на вахте, мы уходили на пляж, раздевались и купались. И никого, главное, не было, потому что ближайшее расстояние до гражданского населения составляло не менее там 500 метров. Но на этот гражданское население попадало, ну, тем более, конечно. Получается, прям, природа. Ну, что, друзья, значит, Алексей привез нас в царское село. Сейчас я вам все это покажу. Хочу сказать просто несколько слов об Алексее. В общем, военная у него должность. Служил и на Дальнем Востоке, и в Питере здесь служил. И очень приятно, что откликнулся. Алексей, спасибо тебе большое, если ты это увидишь в видео. Вот. Ну, а мы приехали даже раньше срока в царское село. И вот сейчас пойдем туда. У нас еще время есть. А вот так выглядит, друзья мои, собор царского села. Тут билеты продают, он серые будочки. Вот это вот начало всего. Очень богатая такая палитра цветов. Вот это золото с синим. Типичное, вот, императорское такое. Окраска императорская. Сейчас, друзья, я вам покажу. Поближе эту красоту из-под веток. И даже мы немножко посмотрим сейчас на колокольню, где вот непосредственно верхушечки. Вот такие вот богатые украшения. Купола золотые. Вот такая вот красивая. Хотя день пасмурный, конечно. Хотелось бы солнышко, но что ж поделать. Еще раз, друзья мои, я хочу показать. Опять пошел снег. Опять в Питере снег. Ну, а мы подходим к Екатерининскому дворцу. Друзья мои, поднимаемся по ступенечкам. И ко входу. Все статуи на зиму закрыты, зачехлены. Показано, что там находится. Вот, в частности, вот это вот. Пройти туда, такой существует турникет. Прикладываем штрих-код и все. Начало осмотра начинается, скорее всего, с этой лестницы. И, честно говоря, просмотр, вот сервис этого просмотра очень трудно найти начало выхода. Никто ничего не говорит. В этом отношении у навигации здесь полный бардак. Ну, все. Теперь о хорошем. Мы заходим на начало осмотра Екатерининского дворца. Начало осмотра. И тут написано двоечка. Большой зал или светлая галерея, как его называли в XVIII веке, самое большое парадное помещение дворца, созданное по проекту архитектора Франческо Растрелли в 1750-х годах в стиле барокко. Яркий декоративный стиль был созвучен политическому и экономическому подъему российского государства в эпоху императрицы Елизаветы Петровны, правивший с 1740-го по 1760-й год и отвечал задачи возвеличивания императорской власти. Этот нарядный зал площадью более 800 квадратных метров предназначался для проведения официальных приемов и торжеств, парадных обедов, балов и маскарадов. Занимающий всю ширину дворца, большой зал освещается окнами с двух сторон. Элементы пышного барочного декора создают иллюзию безграничного пространства. Чередование больших окон с зеркалами зрительно расширяет границы зала, а плафон, окруженный живописной колоннадой, раскрывает пространство в высоту. Особую роль в художественном оформлении дворца играет позолота. В XVIII веке на внутреннее и внешнее убранство дворца потребовалось 100 килограммов золота. Сохранилось упоминание о том, что французский посланник при дворе Елизаветы Петровны, маркиз де Лапиталь, пораженный великолепием дворца, выразил сожаление, что не видит футляра на сию драгоценность. Скульптурная и орнаментальная золоченая резьба большого зала, сплошным узором покрывающая плоскости стен, была выполнена по эскизам Растрелли и моделям скульптора-декоратора Дункера 130-ю русскими резчиками. Сложна технология ее исполнения. Материалом для резьбы служит липа. Дерево мягкое и податливое, позволяющее выполнить высокий и сложный рельеф. Готовые композиции покрывают слоями левкаса, после чего на специальный лак накладывают сусальное золото. Украшением зала является наборный паркет. Его геометрический рисунок, состоящий из крупных остроконечных фигур, строится на контрасте черного и светлого тонов. Потолок большого зала украшает живописный плафон «Триумф России», выполненный по эскизу Джузеппе Валериани, выдающегося мастера перспективной живописи. Плафон состоит из трех самостоятельных композиций. В центре — аллегория России. На фоне бескрайнего неба и легких облаков, создающих ощущение безграничности пространства, изображена женская фигура, олицетворяющая Россию. Расположенные рядом аллегорические фигуры символизируют развитие наук, искусств, мореплавания и торговли. Боковые части плафона носят название «Аллегории мира» и «Аллегория победы». Это подлинная живопись XVIII века. Центральная часть плафона воссоздана по старинным эскизам. В годы Великой Отечественной войны Большой зал был разрушен. Паркет уничтожен, резьба утрачена на 30%. Автором проекта реставрации стал архитектор Кедринский. Возрождение Большого зала — величайшее достижение российских реставраторов. Скульпторов, резчиков, позолотчиков, паркетчиков, художников. Да, необыкновенный дворец. Роскошь. Просто незабываемая роскошь. Это самая просторная антикамера, расположенная непосредственно перед Большим залом, поэтому ее часто называют аванзалом. Отделка интерьера отличается обилием резного золоченого декора, особенно роскошного в обрамлении дверей, где он представлен фигурами сидячих дам и амуров. В вечернее время зал площадью 350 квадратных метров с 10 двухъярусными окнами освещался 330 свечами в 22 жарандолях. Южная часть дворца, в которой находятся антикамеры, сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны. От пышного убранства залов уцелели фрагменты закопченной деревянной резьбы и три скульптурные детали, два амура и бушта, головка, сохранившие по золоту. Они вернулись на свои места в первой антикамере. Вы можете увидеть сохранившиеся фрагменты на западной стене. Реставрационные работы в антикамерах начались в конце 1990-х годов. Воссоздавались живописные плафоны, паркеты, восстанавливалась, дополнялась и золотилась деревянная резьба. Сегодня антикамерам вернулось былое великолепие, и они заняли подобающее место в ряду парадных залов золотой анфилады. Плафон «Триумф Бахуса» и «Ариадны» был написан в XVIII веке итальянскими художниками Пьетро и Франческо Градицци. В годы войны плафон был утрачен. Сегодня живопись воссоздана на основе архивных материалов. В центре изображена Ариадна, рядом Бахус. Легко узнаются фигуры мифологических героев. Прозерпина с серпом, Гефест с молотом, Венера с амуром, Аид с Цербером на цепи, Диметра с ключом, Посейдон на тритонах и Зевс с орлом. Внизу композиции группа вакханок, готовящих пир по случаю коронования Ариадны. В зале особый интерес представляют многоярусные изразцовые печи с кобальтовой росписью. Такие печи были установлены во всех парадных интерьерах дворца. В первой антикамере в 1765 году, в день своего рождения, императрица Екатерина II слушала французскую оперу «Ле трокер», представленную для нее малолетними придворными певчими. С тех пор здесь ежегодно давались придворные спектакли и проводились небольшие балы. Так, 19 августа 1772 года госпожами фрейлинами и господами-кавалерами для знатной публики была представлена комедия «Бригадир» на российском диалекте господина фон Визина. Субтитры создавал DimaTorzok Стены этого зала также украшены резными композициями, выполненными по эскизам Растрелли. Узкие стройные пилястры с разнообразными резными орнаментами и изящными жирандолями располагаются по сторонам двусветных окон и зеркальных дверей с пышными золочеными порталами. Плафон Бахус и Ариадна в XVIII веке был написан русским мастером Федотом Колокольниковым с помощниками по эскизу известного живописца декораций и перспективных видов Антонио Перезинотти. Плафон был утрачен во время войны и воссоздан под военным фотографиям. В этой антикамере долгое время стояла деревянная горка и гимнастический турникет, предназначенные для игр и упражнений юных членов императорской семьи. В 1777 году здесь был устроен бал в присутствии шведского короля Густава III по случаю свадьбы преображенца Салтыкова с фрейлиной Белосельской. 13 июля того же года проходил маскарад. Устроители праздников в XVIII веке старались воздействовать на сознание гостя через его эмоции и чувства. Кажется, и у сегодняшнего зрителя появилась редкая возможность испытать восторг и изумление человека, оказавшегося на торжестве у всепресветлейшей Елисавет, дочери Петра. Своим убранством третья антикамера отличается от остальных. В конце XVIII века, когда по распоряжению Екатерины II перестраивалась вся южная часть дворца, в ней были установлены позолоченные колонны и четыре мраморных камина. Главным элементом декоративного украшения в третьей антикамере Растрелли делает золоченую резьбу в сочетании с голубыми тонами живописного плафона «Олимп», который современники считали самым красивым из трех елизаветинских плафонов. Его авторство приписывается Пьетро и Франческо Градице, приглашенным императрицей в 1753 году из Вероны. В годы оккупации плафон был утрачен. Образцом для воссоздания композиции послужили акварель XIX века и довоенные фотографии. В третьей антикамере иногда устраивали спектакли. При Екатерине II в зале разместили стол для бильярда, игры, вошедшей в моду в 60-е годы XVIII века. В связи с этим антикамеру стали называть бильярдной. Известно, что вечерами императрица любила сыграть партию в аля гер, игру в бильярд двумя шарами для двух и более игроков. Впоследствии игрой в бильярд увлекся император Александр II, который в 1845 году приказал разобрать мешавшую игрокам театральную сцену, находившуюся в этом зале с екатерининских времен. Камерона, воспитанного на классических античных образцах, лично избранного Екатерины для проведения работ по декоративному оформлению помещений дворца в новом классическом стиле. В изысканных комнатах, созданных по проекту Камерона, каждую из которых он задумал неплохо и на другую, демонстрировалась и проста, а со вкусом. Основной декоративный элемент убранства арабесского зала составляют эликантные живописные арабески, орнаментальные композиции, состоящие из ритмически повторяющихся геометрических львов, стилизованных листьев и цветов. Стены зала украшают парные канолированные пилястры и помещенные в резные золоченые рамы 12 зеркал. Зеркала повторят овальные медальоны во втором ярусе, чувствующиеся. В потолок украшают сложные по композиции живописные плафоны с изображением мифологических, аллегорических. Несомненно, это один из лучших плафонов Камера. Композиция центрального ферма называет широко известный сюжет «Суд Бориса». Античный миф о пастухе Борисе, делающем выбор между тремя богинями Герой, Афиной и Афродиной, переосмыслил художником в полном соответствии с идеями эпохи Просвещения как торжество добродетели. Таким образом, высшие проявления человеческой личности, красота, скромность и терпение в центральном педальонах предстают в гармоничном единении, милосердием, вдохновением и дружелюбием, несуими стране и ее правителю мир и удачу. При Екатерине II в Воробецком обзале появился большой когнитудник. Дюжина кресел, четыре дюжины стульев, канапе, изготовленные по рисункам Камеронова Франции в парижской мастерской знаменитого Жоржа Жакоба, так как зал использовался не только для торжественных церемоний, но и как парадная гостина. Сегодня кресло и стулья украшают шелк, изготовленный в Италии по старым образцам. Канапе обиты шелком XIX века. Украшением зала служат три консоли со столешницами из желтого брамора, а также две консоли из лазумида, изготовленные в конце XVIII века на Петергофской кранильной фабрике. Уникальные торшеры с диаскурами выполнены в то же время в Петербурге по модели Пауло Трискорми. Привлекает внимание большой чесминский ковер в центре зала. Он был выткан на петербургской шпалерной бадуфактуре в 1795 году по заказу императрицы Екатерины II в честь победы русского флота над турецким в бухте Чесма Эгейского моря. Во время своего летнего пребывания в царском селе императрица Екатерина II после прогулок по парку предпочитала проводить вечера в Арабесском зале за игрой в карты. Великие князья, княжны и их света играли в фанты. Вот так здесь ходила Екатерина. Размеренно, чуть дыша после игры в гольф. посещала свои залы любимые, сиживала на этих креслах. Теперь наш путь прямой идет в янтарную комнату. Но вот этот зал очень большой, воздушный, можно сказать. И главное за окном снег и холод, а здесь тепло, светло и все в золоте. не видел такого нигде, если честно, простора и убранства. Столько подсвечников на каждой стене. Все это зажигалось. Субтитры сделал DimaTorzok. Расположенная рядом с большим залом кавалерская столовая, также создана по проекту Растрелли. Название кавалерская, вероятно, восходит к временам Екатерины II, когда в зале устраивались парадные обеды в дни праздников российских орденов, когда во дворце собирались кавалеры соответствующих наград. Небольшой по размерам зал архитектор иллюзорно расширил, разместив на стенах зеркала и ложные зеркальные окна. Решение интерьера характерно для стиля барокко. В нем доминирует золоченый резной орнамент из стилизованных цветов и раковин. Великолепны позолоченные композиции над дверями. Десю де порты, особенно на северной двери, с фигурой орла и роскошным картушем. В центре столовой расположен большой банкетный стол в форме буквы Е. По сторонам два круглых небольших. На столах представлены предметы знаменитых орденских сервизов, названия которых определялись рисунком орденских лент, крестов и орлов. Изготовленные в 1777-85 годах на первом в России частном фарфоровом заводе Гарднера по личному заказу императрицы Екатерины II, эти сервизы в течение многих десятилетий украшали столы в дни торжественных праздников, посвященных покровителям наиболее почетных отечественных наград. Орденов святого Андрея Первозванного, сервиз в центре большого стола, святого Георгия на столике слева и святого Владимира на столике справа. Наряду с фарфоровыми сервизами во время обеденных приемов использовались кубки, бокалы и рюмки из стекла. Вино подавалось в бутылках, но чаще всего в штофах. Мебельные убранства составляют золоченые кресла, так же, как и декоративное обрамление зала, выполненные по рисункам Растрелли. В центре потолка помещена картина неизвестного русского мастера середины XVIII века на сюжет античного мифа о боге солнца Гелиусе и богине утренней зари Эос. Гелиус и Эос изображены в окружении фигур, олицетворяющих времена года. Во время Великой Отечественной войны кавалерская столовая была полностью уничтожена. Работы по ее воссозданию завершились в 1969 году. Великой Отечественной войны Название этого зала определяется его назначением. Здесь чаще всего накрывался стол для торжественных обедов и вечерних кушаний императрицы в узком кругу приближенных. В отсутствие императрицы в белой парадной столовой обедал двор. В настоящее время здесь представлена обстановка, характерная для середины XVIII века. В центре зала овальный стол с изящным сервизом, изготовленным на знаменитой мейсинской фарфоровой мануфактуре. Этот сервиз, расписанный в подражание японскому фарфору, числился в дворцовых кладовых уже в елизаветинскую эпоху и, несомненно, украшал парадные столы во время торжественных обедов императрицы. Настольное украшение в виде китайской беседки на вершине высокой арки напоминает царскосельский парковый павильон «Большой каприз». Эта фарфоровая композиция выполнена в конце 1760-х годов на императорском фарфоровом заводе. Согласно традиции XVIII века, стол накрыт скатертями со сложными драпировками, украшен цветочными гирляндами, фруктовыми пирамидами и фарфоровыми масленками-обманками в виде фруктов, овощей и птиц. Эти так называемые обманки, помимо утилитарной и декоративной функции, вносили элемент игры и развлечения. В разгар веселья кто-то из подгулявших гостей мог принять фарфоровый артишок или персик за настоящий и под общий хохот пытаться оторвать его от тарелки или вытащить из вазы. Масленки-обманки изготовлены в Мейсине во второй половине XVIII века. Оттуда же происходят стоящие на консолях между окнами декоративные вазы-ароматницы, называемые по форме украшающих их цветов «буль-де-нэш», что в переводе с французского означает «снежный ком». Стены столовой украшают натюрморты придворного живописца Иоганна Гроута, созданные в 1740-х годах для царскосельского павильона «Мон-Бежу». Новый для России жанр «Охотничий натюрморт» представлен в зале полотнами «Битая дичь», «Аисты», «Белые павлины», «Журавли» и другими. Потолок интерьера в центре украшен живописным плафоном «Триумф Аполлона» Копии 19 века с полотна итальянского художника Гвида Ренни. По углам потолка четыре живописные вставки в изысканных золоченых обрамлениях. Мебельное убранство белой парадной столовой составляют резные золоченые консоли и стулья, как подлинные, так и выполненные по образцам середины 18 века. Мебельное уберяется, как правильно,؟ Копии 19 века, н Byбрая, swear-журавли-бежу, Доктор катصинics и основания «Доктор равна». Свитом Христос начнется. Прокимент, запросы и JBㅎ за счет. Оформляя залы дворца, Растрелли стремился к максимальному разнообразию декоративного решения интерьера. В отделке двух расположенных одна за другой малиновой и зеленой столбовых, Зодчий применил оригинальные для того времени материалы. Затянутые белым штофом стены он украсил прозрачными стеклянными пилястрами, столбами, под которые была подложена малиновая и зеленая фольга. Теплый тон фольги, подобно драгоценным камням, сверкает между золочеными резными рамами. В малиновой столбовой привлекает внимание печь сложной архитектурной формы с разнообразными нишами, арочками и колонками. Изразцы украшены изображениями представителей разных народов Европы в национальных костюмах XVIII века. Как и большинство печей во дворце, подлинная печь была уничтожена во время войны. Роспись была воспроизведена вручную под военным фотографиям художником-реставратором Сли Пушкиной на гипсовых плитках, имитирующих старинные изразцы. Живописный плафон Александр Македонский и семья персидского царя Дария выполнен неизвестным итальянским художником в конце XVIII века. В центре зала ломберный стол с уникальным шахматным гарнитуром китайской работы XVIII столетия. Доска инкрустирована перламутровыми пластинками, резные фигуры выполнены из кости. В камер фурьерских журналах отмечалось, что Екатерина часто проводила время за шахматной доской, но свидетельств, насколько она была искусным игроком, не сохранилось. Здесь же находится секретер, созданный немецким мастером Абрахамом Рёндгеном, один из редких образцов наборной мебели 1760-х годов. Изысканное убранство интерьера дополнено мейсонской фарфоровой пластикой и китайскими вазами розового семейства. Небольшие по размерам столбовые предназначались для отдыха и развлечений в узком кругу приближенных. Обычно здесь играли в настольные игры, в основном в карты. Часто Екатерина II играла в карты с иностранными гостями и дипломатами на драгоценные камни. В малиновой столбовой на рубины, в зелёной на изумруды. Увозя камни из России домой, дипломаты способствовали распространению моды на них в своей стране. Характер оформления зелёной и малиновой столбовых идентичен. Живопись на потолке повторяет некогда находившийся здесь плафон, отдыхающий полководец внемлет призыву Мус, итальянского художника 18 века Стефана Торелли. Воссоздан мастером Летневым в 1970-е годы. Мебельное убранство состоит из канапе и кресел 18 века и бюро наборного дерева немецкой работы. Бюро, выполненное из ореха, служило для хранения писем, документов и драгоценностей хозяйки дворца. Елизавета и Екатерина любили ювелирные украшения, привозили их с собой в царское село и носили ежедневно. К повседневной жизни Екатерина II украшала себя жемчугом, предпочтение же отдавала бриллиантам. Убранство интерьера дополнено дельфтскими фаянсовыми вазами и японским сосудом в форме бутыли, расписанным кобальтом. Парные подставки в виде фигур юных мавров в золоченых одеждах, доспехах и челмах, изящно поддерживающих корзины с цветами и фруктами, изготовлены итальянскими мастерами в 18 веке. Благодаря своему яркому цветовому решению и сочной пластике, мавры органично вошли в барочный интерьер парадного зала, созданного Растрелли. В портретном зале Екатерининского дворца, декорированном по проекту Растрелли, и сохранявшем первоначальное убранство на протяжении двух столетий, издавна демонстрировались парадные изображения царственных особ. Полностью разрушенный во время войны интерьер, воссоздавался по фотографиям и сохранившимся фрагментам отделки. Ныне на стенах, затянутых белым узорчатым штофом в обрамлении золоченой резьбы, помещены большие парадные портреты. На стене, граничащей с зеленой столбовой, портрет Екатерины I, написанной художником Иваном Адольским. Именно Екатерине Петр I подарил в 1710 году земли, на которых впоследствии возникла резиденция. В память о первой владелице дворец назван Екатерининским. Императрица изображена в полный рост. С ее плеч не спадает тяжелая мантия. На груди орденская лента ордена святого Андрея Первозванного. На противоположной стене портрет императрицы Елизаветы Петровны. Его исполнил немецкий художник Генрих Бухгольц по заказу Екатерины II. Во время царствования Елизаветы Петровны Растрелли возвел дворец, ставший выдающимся образцом архитектуры русского барокко. Выписанные с большим мастерством аксессуары, богатые ткани, трапировки, мех горностая придают портрету торжественность и парадность, что соответствует представительским функциям зала. На стене против окон слева портрет великой княгини Натальи Алексеевны, сестры Петра I, копия с работы Ивана Никитина. Справа Екатерины II, копия с полотна Федора Рокотова. Потолок портретного зала украшен живописным плафоном «Меркурии и слава» работы венецианского художника Джованни Скайярио. В портретном зале устраивали малые выходы, принимали знатных, но не самых важных гостей. И здесь Екатерина II по воскресеньям после обедни принимала от своей свиты поздравления, жаловала к руке. Янтарная комната поражает богатством художественной отделки. В этой работе архитектор Растрелли проявил себя как выдающийся декоратор. Необыкновенные по красоте янтарные панно на стенах, золоченая деревянная резьба, красочные мозаичные картины, живописный плафон на мифологический сюжет свадьбы Хроноса, сложного рисунка паркет, образует единое художественное целое, которое завораживает и потрясает воображение. Это единственный в мире интерьер, в отделке которого использован чудесный дар Балтийского моря, солнечный янтарь. Сложнейшая игра оттенков, от светло-лимонных до темно-коричневых тонов, с вкраплениями красного, создает восхитительный эффект. Янтарное убранство занимает три стены и располагается в два яруса. Зеркальные пилястры, разделяющие панно, завершаются изящными женскими головками. В центре пилястр установлены жирандоли. Сложна техника создания панно. Янтарь разрезают на пластинки толщиной в 4-5 миллиметров, притирают друг другу, шлифуют и наклеивают при помощи специального органического состава на деревянную основу. В мозаичное панно включены пластины прозрачного янтаря, которые с обратной стороны украшены тончайшей гравировкой, жанровые сценки, пейзажи, орнаменты. Для того, чтобы лучше читался рисунок, под пластины подложена позолоченная фольга. Отдельного внимания заслуживают резные янтарные рамы, обрамляющие мозаичные картины. Для создания медальонов, украшающих эти рамы, потребовались большие куски янтаря, самородки. Парадный зал Большого Царскосельского дворца, получивший свое название благодаря оригинальной отделке, живописным полотнам, размещенным в нем по принципу шпалерной развески, был создан по проекту Растрелли в 1750-х годах. Площадь картинного зала составляет 180 квадратных метров. В 18 веке этот зал, называемый картинной столовой комнатой, часто использовался для дипломатических приемов, парадных обедов, вечерних кушаний и музыкальных вечеров. А в ходе Семилетней войны 1756-1863 годов в нем проходили заседания конференции при Высочайшем дворе, консультационного органа, состоявшего из высших правительственных чинов. Летом 1757 года здесь состоялся торжественный прием в связи с доставкой знамен и ключей из завоеванных прусских городов. Основная часть царскосельской коллекции живописи, представленная в зале, была приобретена по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны в Праге и Гамбурге художником Георгом Гроутом. В нее вошли произведения западноевропейских мастеров 17-го, начала 18-го века, пейзажи, батальные и бытовые сцены, натюрморты, композиции на исторические и мифологические сюжеты. В зале у окон представлены схемы расположения картин. Несмотря на очевидную художественную ценность, живописная коллекция использовалась в картинном зале исключительно с декоративной целью. Размещая произведения на стене, архитектор учитывал прежде всего их размеры и колористическое решение. Отделенные друг от друга узким золоченым багетом, картины сливаются в единый красочный ковер. В годы Великой Отечественной войны картинный зал сгорел, однако большую часть коллекции удалось эвакуировать. Из 130 полотен сохранилось 114. К картинному залу примыкает малая белая столовая, с которой начинались личные покои императрицы Елизаветы Петровны, а позднее Екатерины Второй, которая передала их любимому внуку, будущему императору Александру Первому. Отделка зала, выполненная Растрелли в 1750-е годы, погибла во время войны. Сегодня интерьер полностью восстановлен. Как и прежде, его стены затянуты белым штофом в резных золоченых рамах. Двери украшены пышными десюдепортами с затейливыми композициями. Печь с гамбургскими изразцами, зеркала в пышных обрамлениях и паркет наборного дерева дополняют его убранство. Для плафона использована копия картины художника Карла Ван Лоу «Купание Венеры». Стены украшены пейзажами, на которых запечатлены живописные уголки Екатерининского парка и виды Большого Царско-сельского дворца. Среди мебельного убранства зала особого внимания заслуживает бюро наборного дерева, выполненное в 1770-х годах мастером Никифором Васильевым. История этого бюро, заказанного лично Екатериной II, связана с церемонией закладки в Москве Кремлевского дворца, неосуществленной постройки Василия Баженова. В память об этом событии фасад бюро украшен видом на московский Кремль. На боковых стенках бюро изображены царско-сельские парковые павильоны, эрмитаж и монбежу. Созданная по проекту Растрелли гостиная относилась к личным покоям императрицы. Ее интерьер выделялся среди комнат золотой анфилады дворца обивкой стен китайскими шелковыми обоями, расписанными по серебристо-серому тону яркими сочными акварельными красками в традиции старой китайской живописи. Гостиная напоминала диковинный сад с птицами и бабочками среди пышно цветущих древовидных пионов, хризантем, деревьев персика и сливы, среди бамбука и сосен. В остальном отделка следовала общему стилю парадных залов. Живописный плафон, резные золоченые досюдепорты, зеркала между окон, печи из гамбургских изразцов и наборный паркет. При реставрации гостиной после Великой Отечественной войны утраченный китайский шелк был заменен белым штофом, а на место плафона помещена современная копия с картины Франсуа Буше «Венера, обезоруживающая Купидона». Китайские шелковые обои, недавно появившиеся на стенах гостиной, воссозданы по уцелевшему образцу. Интерьер вновь предстал во всем своем былом великолепии. Вновь особые деревья с лучшими цветами и птицами, какие только существуют в Китае, украшают его стены. Живописи предметы убранства китайской гостиной Александра Первого, сохраненные в эвакуации, заняли свои исторические места. Напротив окон, слева от двери, представлены портреты Петра Первого и Екатерины Первой. Справа Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, выполнены известным художником 18 века Луи Караваком. На южной стене парадный портрет Екатерины Второй, копия с работы Иоганна Лампи Старшего. На северный портрет Александра Первого, кисти Джорджа Доу. Портрет Петра Второго, написанный Иоганном Люденом, и портрет Анны Петровны, старшей дочери Петра Первого, работы Луи Каравака, расположены друг против друга у окон. Зал украшают китайские вазы первой половины 18 века, привлекающие внимание необычностью форм и разнообразием цветовой гаммы, примененной в росписи. Уникальным для отечественных собраний является комод из дворцовой коллекции, изготовленный в Аугсбурге в 1740-х годах. Он представляет собой необычный для русских интерьеров середины 18 века тип нарядной корпусной мебели с фонировкой дорогими породами древесины, инкрустированной металлом. Буфетная относилась к личным покоям императриц и составляла часть уборной на половине Елизаветы Петровны, а позднее Екатерины Второй. Название зала отвечало его назначению. Во время приемов в ней устраивался служебный буфет для сервировки столов. Нынешний интерьер буфетной полностью воссоздан после разрушений военного времени. Стены затянуты белым штофом врезных золоченых рамах. В углу установлена печень с расписными изразцами. Двери украшены позолоченными досюдепортами с причудливой порочной резьбой. После войны потолок украсила картины известного итальянского художника 17 века Пьетро Дакартоне «Ловля кораллов». На стенах зала натюрморты 17 века и два полотна Иоганна Груота в излюбленном художниках жанре «Охотничий натюрмор». Мебель для буфетной выполнена в 18 веке. Это барочные кресла работы русских мастеров, созданные одновременно с резной отделкой залов дворца, французский комод наборного дерева и столики-бобики, изготовленные в петербургских мастерских. С зеленой столовой начинаются личные покои великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла I, и его супруги Марии Федоровны, созданные в 1780-х годах по желанию Екатерины II. В середине 18 века на месте этих помещений существовал висячий сад, оформленный Растрелли. Здесь были разбиты портеры, произрастали фруктовые деревья. Со временем сад стал источником сырости во дворце и обветшан. По проекту шотландского архитектора Чарльза Камерона, на его месте появились изысканные интерьеры в стиле раннего классицизма. На фоне нежно-зеленых стен столовой, покрытых белым лепным орнаментом на мотивы росписи античных вил, выделяются фигуры юноши и девушек в античных одеяниях, медальоны с танцующими амурами и рельефы на сюжеты античных мифов на розовом. Автор лепного декора русский скульптор Иван Мартас. Наиболее эффектно решена северная стена комнаты, в центре которой установлен мраморный камин с кронштейнами в виде львиных голов и лап. Этот камин, а также бронзовая каминная решетка и каминные приборы выполнены по рисункам Камерона специально для этого интерьера. Двери зала расписаны гротесками. Зеленая столовая служила для обедов великого князя с женой или небольшим кругом приглашенных. Московский собственный сервиз, украшающий стол, изготовлен на заводе Гарнера по заказу хозяев этой части дворца. Предметы его, изысканные по форме и цветовому решению, декорированы линзелями владельцев великого князя Павла Петровича и его супруги Марии Федоров. Во время Великой Отечественной войны залы Камерона были частично разрушены и разграблены. В 1957 году именно с этих интерьеров начались реставрационные работы во дворце. Официанское – одно из служебных помещений. Здесь сервировали столы для обеда. Из дворцовых кухонь сюда доставлялись яства, напитки, а также необходимые столовые принадлежности. Основной принцип художественного решения этого интерьера – симметричное членение стен деревянными пилястрами, окрашенными под правом и соединенными гипсовыми армами. Изящество этого интерьера достигается за счет изысканного сочетания розовых стен и коричневых пилястров. Паркет середины 1860-х годов, набранный из ценных пород древесины, палисандра, амаранта, красного и черного дерева, дуба и клёна, гармонирует с общим колористическим решением интерьера. Сегодня в Официантской экспонируются картины из исторической коллекции дворца. Пейзаж работы Мурилья, водопад в Тиволе на Котели, вид с палатинского холма на Кавизеи, на Музы и пейзаж с руинами кисти русского живописца Алексея Береза. Мебельное убранство составляют ломберные столики наборного дерева, комод шведской работы второй половины 18-го столетия, и стулья красного дерева, изготовленные русскими столерами в 18-м веке. Старинные часы ещё идут. Продолжение следует... Продолжение следует... В начале 19-го века ведущим архитектором царского села является Василий Стасов. Парадный кабинет Александра I был создан архитектором в 1817 году. Кабинет предназначался для важных официальных аудиенций. Стены и потолок облицованы искусственным мрамором, стюком. Вход в кабинет решён в виде триумфальной арки. Напомним, что русская армия во главе с императором Александром I выиграла войну с Наполеоном в 1812 году. Поэтому военную тему вы увидите в интерьере и в росписи стен. По периметру стен идёт живописный орнамент из военных доспехов и лавровых винах. Слева большая фарфоровая ваза, на которой изображён въезд Александра I в предместье Парижа Сен-Дени 1814 года. Ваза изготовлена на императорском фарфоровом заводе Петербурга. На столе представлены письменные приборы, изготовленные из малахита в технике русской мозаики в начале 19 века. В этой части дворца находились личные покои Александра I, где проходила повседневная летняя жизнь императора. Александр I предпочитал жить в большом царско-сельском дворце, на той половине, где прошли его детство и юность. Одним из любимых помещений императора были опочивальня и расположенный рядом рабочий кабинет. В этом помещении у императора находилась опочивальня, спальня. Особое место среди подлинных предметов, представленных здесь из опочивальни, занимает походная кровать императора. На кровати кожаный матрац, набитый соломой, две волосяные подушки и ситцевое покрывало. На столе чайно-кофейный сервиз, изготовленный на петербургском императорском фарфоровом заводе для супруги Александра I и Елизаветы Алексеевны. Портрет ее вы видите выше, на стене. В витрине представлены мундиры императора, выполненные из тонкого сукна, а также его фуражка и сапоги. Обратите внимание на портрет Александра I в полный рост, написанный художником Егором Ботманом. Император изображен на фоне любимой резиденции Большого Царско-сельского дворца. Александр I очень любил приезжать в Царское село и жить здесь подолгу, ценя уединение загородной жизни. В этом помещении располагался его рабочий кабинет. В рабочем или малом кабинете Александр Павлович занимался делами вдали от шумной петербургской жизни. Здесь он разрабатывал проекты государственных реформ, а 12 августа 1810 года император утвердил постановление о создании лицея с целью образования юношества, предназначенного в будущем для службы на государственном поприще. Император любил здесь работать. Он часто повторял «Я в Царском за один день успеваю сделать больше, чем за неделю в Петербурге». Здесь представлены мемориальные вещи из рабочего кабинета императора, вывезенные в начале войны в эвакуацию. На большом письменном столе портфель из красной кожи, прессы для бумаг, карты, документы, написанные рукой императора и подзорная труба. На противоположной стене два парных портрета, портрет императора Александра I и портрет его супруги императрицы Елизаветы Алексеевны. Портреты написаны в 1825 году известным английским художником Джорджем Доу. После смерти Александра I его брат Николай I принимает решение сохранить личные комнаты Александра. В этой части дворца члены императорской семьи больше не проживали. Убранство этих комнат оставалось без изменений до Великой Отечественной войны. В годы войны эти залы были разрушены и до сих пор не восстановлены. Для семьи Николая II царское село было постоянным местом пребывания. Николай II, последний русский император, родился в царском селе в Александровском дворце. Здесь он начал свою семейную жизнь с женой Александрой Федоровной. Здесь родился их первенец, старшая дочь Ольга. На выставке представлены портреты царской четы. Портрет Николая II, художник Владимир Кузнецов выполнил эту работу в 1914 году. Это последний прижизненный портрет, для которого император позировал. Портрет императрицы Александры Федоровны, художник Николай Бодаревский. На портрете императрицы 35 лет. В семье Николая II было пятеро детей, четыре дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и сын цесаревич Алексей. После революции семья была арестована в царском селе, а затем расстреляна в 1918 в Екатеринбурге. Николай II, так же, как и его отец Александр III, был шефом лейб-гвардии гусарского его величества полка. Перед вами конный портрет Николая II в гусарском мундире на фоне Софийского собора в царском селе художника Александра Маковского. Портрет был написан для офицерского собрания гусарского полка в царском селе. В залах этого дворца проходили церемонии награждения офицеров и чествования полков верой и правдой служивших династии. Начинались праздники торжественным богослужением, затем следовал военный парад на дворцовом плацу и прием в большом зале для офицеров. В царском селе императорскую семью окружала особая атмосфера уютной, домашней жизни. Каждый вечер семья Николая Второго собиралась за чаем. После чая Николай Александрович читал вслух. Старшие дети занимались рукоделием, младшие играли на ковре. Младшим ребенком в семье был Алексей. Портрет его вы видите у окна. Работа выполнена художником Александром Леонтовским в 1909 году. Алексею на портрете 6 лет. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова